Это главные темы международной конференции по безопасности, которая в эти дни проходит в Мюнхене. Мы хотим более тесно сотрудничать с нашими партнерами из США. Мы им это уже предлагали. Но вопрос ведь в том, как мы действуем, только исходя из собственных интересов или соблюдая международные договоры и сотрудничая друг с другом. Мы твердо верим, что нам, европейцам, необходимо будет в будущем защищать наши интересы перед лицом США, России и Китая. Но это возможно только если Евросоюз будет вести общую внешнюю политику. Кстати, а что насчет России, которая уже не первый год оказывается в списке главных угроз мировому порядку? Россию в Мюнхене представлял не президент, а министр иностранных дел Сергей Лавров. Он прилетел в Германию, чтобы встретиться с главами европейских государств и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. И говорят они сегодня о ядерном соглашении. Сейчас нам очень важно встречаться с Россией и обсуждать такие сложные моменты, как нарушение договора о ракетах малой и средней дальности, РСМД. Диалог нужен всегда, но особенно в такие напряженные моменты, как сейчас. Я считаю, что РСМД это одна из важнейших тем этой встречи, потому что мы в НАТО очень беспокоимся из-за того, что Россия нарушает этот договор и продолжает устанавливать в Европе новые ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки, и которые при этом трудно отследить, что делает их особенно опасными в случае конфликта. А что же насчет Владимира Путина? Он разве не поехал сегодня в Мюнхен? Нет. Сегодня он катается на лыжах вместе с белорусским президентом Лукашенко. Впрочем, к началу встречи Столтенберга и Лаврова президенты уже закончили кататься и стали играть в хоккей. А также показательно отжиматься на льду в полной хоккейной защите. Чего вы боитесь больше? Глобального потепления или хакеров? А может быть ядерной войны? Именно этот вопрос задавали в течение года исследователи центра Pew Research людям из 26 стран по всему миру. Всего на вопросы Pew ответило более 27 тысяч человек. И вот тут вы можете удивиться. На первом месте среди мировых угроз оказалось именно глобальное потепление. А террористы из исламского государства и хакерские атаки только на втором и третьих местах. При этом, как отмечают аналитики Pew, за 2018 год страх перед хакерскими атаками только вырос. Что неудивительно, в прошлом году кибератак было действительно много, при этом очень масштабных. Еще одной вещи стали бояться больше США. И связано это с непредсказуемой агрессивной политикой президента Дональда Трампа. Интересно, кстати, что председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер писал об этом еще летом этого года. В августе на сайте Мюнхенской конференции вышла вот эта статья, где говорится о том, что после саммита НАТО, который прошел летом, и встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, европейцы более не считают Трампа надежным союзником.